Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые Развлечения. 28 февраля. Сегодня последний день, я думаю, если успею, посадки, посева цветов. То есть, есть цвета, которые... цветы, которые я раньше сеяла раньше по срокам. И потом сделала определенные выводы, что сеять рано не нужно. И вот уже на протяжении многих лет я сею эти цветы самыми последними. Какие же это цветочки? Это алисум. Были времена, когда я его сеяла рано. Теперь самым последним. Почему? Потому что алисум очень сильно вытягивается, ему нужно солнце. Если его сеешь рано, то у него получается постоянно эта черная ножка, с которой постоянно нужно бороться. Дальше. Сегодня попробую посеять портулак. Он мне почему-то плохо получается. Получался раньше в саду. Я его сеяла сразу в грунт, в теплице в конце апреля. В этом году попробую вырастить все-таки его дома. Вот посею пора. Попозже посмотрю, что получится. Георгина Фигара. В прошлом году отдыхала от этого цветочка. Но поняла, что для ассортимента этот цветочек нужен. Раньше его тоже сеяло что-то там вообще давным-давно. Может быть, ну не знаю, рано. В квартире Георгина Фигара, опера, очень сильно вытягиваются. Поэтому сею самыми последними. Это такие цветочки. Львиный Зев тоже мне будет в этом году. Львиный Зев ампельный уже посеяла. Потом покажу, как он выглядит вытянутый. Потом планирую многолетники. Это Арабис посеять. Абриету. Арабис, Абриету, конечно, хочу для себя. Но думаю, что немножко для продаж. Ну, если вырастет, конечно, выделю. Но вообще хочу себе для своего участка. Люблю все весенние цветочки. Альфиса, он кричит. Люблю все весенние цветочки. И, как правило, весенние цветочки себе всегда оставляю. Вот Арабис и Абриета – это многолетники. Мне они нравятся. Для посева вот приготовила вот такой вот легкий грунт. Агробалт я взяла где-то. Для девчат это важно. Где-то три части агробалта и одну часть волшебной грядки. Такая вот воздушная земля получилась. И добавила гром-2 порошочек. Пучиных мушек. То, что в Агробалте так они не заводятся, это просто, мне кажется, никогда такого не было. Как в этом году. Прям борюсь, борюсь с этими мушками. Такая получилась воздушная земля. Принцип посева семян один и тот же будет. То есть, набираем землю в лоточки. Делаем рядочки. Рядочки проходим водичкой. Утрамбовываем таким образом. Так вот получилось. Так вот, три точки. Ну и раскладываем семена. Начнем с алисума. Алисума у меня будет в гранулах. Когда он сходит, он будет с одного зернышка. Прям такой кустик симпатичный. Такие уже ссеяла. Вот здесь в то алисум пурпул. Красный будет. И белый алисум хотела. Но белый алисум был только над семенами. Белый алисум буду в другой лоточек ссеять. Тоже вручную присыпать буду. Давайте начнем с гранул. Гранул берешь, просто раскладываешь. Очень все просто. Вот так вот алисум разложила рядочками. Не присыпаем землей. И хорошо нужно смочить водичкой. Гранулы моментально растворяются. Алисум сходит на второй или на третий день. Очень быстро. Очень быстро. Прям не заметите, как взойдет. Семена, конечно, шикарная. Пан Америка фирма. Клер Кристалл. Урпал. Посмотрите, красотка пришла, наблюдает. Анфисочка. Ты пришла посмотреть? Лапочки как сложила. Моя девочка. Вот этот миленький я лису так вот и раскладываю. Севере дочками тоже присыпаю, как будто как сольку. Поближе смотреть в рядочках. Алисум разложен. Семена очень мелкие, поэтому так вот опрыскиваем очень хорошо, чтобы не засыпать землей. А то не взойдет. Хорошо-хорошо. Нужно будет углажнить. Георгиевна фигара. Вон, какие огромные семена. Просто огромные. Красивые фигара. Микс. Различная расцветка. Обязательно их нужно будет присыпать землей. Миллиметра три сверху. Для того, чтобы когда семечка проходит через землю, вот этот вот панцирь должен обязательно отделиться. Поэтому его нужно обязательно, эти семена, присыпать землей. Вот так вот разложила их рядочками. То есть я сию рядочками. Что потом нужно было бы за ними ухаживать. Теперь присыпем немножко землей. Миллиметра три. И обильно польем. Трамбовала почву. И полила хорошо. Закрой крышечкой и под лампой. Когда появляются всходы, ну, между нами говоря, не помню, но не сильно долго. В течение недели, думаю, должны появиться. Вот еще один лоточек разложила. Нашина георгины фигара где-то сантиметров 25-30. С крупным цветочком 8-10 сантиметров. Это однолетник. Георгины я также в прошлом году отдыхала от нее. В прошлом году тоже конкурентка продавала. Поэтому в этом году решила ее тоже выращивать. Для ассортимента. Также трамбовываем рукой. И обильно поливаем. Все. Вот так вот беру, поливаю сверху. Дырочек у меня в лоточках нету. Я имею в виду снизу. Вот так вот. Вот так вот я называю обильно. Это достаточно. Следующее растение это портулак. Мне повезло, но в гранулах. То есть посадка как питоне. Раскладываем. Землю не присыпаем. И стараемся вырастить. Во многих регионах. Со всех сторон она. Со всех сторон энергии сколько. В общем, с помощью зубочистки берем. И как питоньку сажаем. Уже здесь. И так постепенно, постепенно. Во многих регионах он выращивается самосевом. Вот на нашем рынке он очень хорошо продается. Потому что вырастить портулак очень тяжело. В квартирных условиях. Не знаю. Вот эта вот черная ножка поражает. Поражает. Вот игролька да и моя. Ну, игролька. Очень сильно поражается черной ножкой портулак. Ну, вот будем попробуем вместе с вами вырастить этот цветочек. Хочу. Так вот портулак как питоньку прямо разложила. И очень хорошо нужно теперь сбрызнуть, чтобы вот эти вот капсулки постворились. Ну, все знают, да? Портулак любит солнышко. Без солнца он расти не будет. Когда солнце, цветочек раскрывается. Когда дождик закрывается в ненастную погоду. Очень красочная полянка получается. Один из любимых цветочков. Следующий цветочек это львиной зев. Вот такой вот сорт. Семена мелкие, как мак. Мелкие, мелкие, как мак. Также называют львиной зев антиринум. Вот я сеяла антиринум. Вот этот вот махровый. Сейчас он до такой степени. Разные сорта. Такие красивые. Сроду не скажу, что это собачки. Как раньше его называли. Такой вот красивый шит антиринум. Просто объеду. Смотрите. Сходы антиринума выглядят вот так вот. Сильно вытягивается. Но я его не утерпела. Посадила. Уже надо пикировать в стаканчике. Альфиса, ну ты даешь. Так антиринум я отсеяла 30 января. Всходы пятого. Это значит, что он сходит в шесть дней, да? Понятно. Такие всходы. Тоже сеяла этими ведочками. Сейчас я тоже вручную буду сеять его. Семена как будто присаливаем. Берем вот так вот. Так как бы присаливаем, 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 присаливаем. Прям чувствуете. Миленький, миленький. Вот приготовила аж три лоточка, чтобы не сильно часто они были. Вот сегодня с вами посеяла цветы, которые в этом году сею в самую последнюю очередь. Те цветы, которые очень сильно вытягиваются. И уже по опыту я их сею самыми-самыми последними. Тантиринум, конечно, нужно будет прищипывать. Или вот тот же львиный зев. Он вырастет когда. Еще раз покажу вам его. Такое вот. Такие всходы. Так всходит львиный зев. Ну что, выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на канале. Абриету и Арабис покажу в следующий раз. До скорых встреч. Всем больших-больших удач. Выращивайте цветы вместе со мной.